Воскресным вечером 25 декабря физкультурно-оздоровительный центр Полесья-Арена принимал в полуфинальные матчи 15-го по счету мини-футбольного турнира новогодний кубок и право. Это было настоящее представление. Можно сказать, драма, прекрасное, незабываемое спортивное действие. Первыми на площадку вышли команды Виктория и Заря, которая сразу добилась успеха на первой и второй минутах, забив голы их авторы Юрий Ярков и Александр Митлушко. Но футболисты Виктории сумели вначале остановить оппонента, не позволив ему развить преимущество, а после на 17-й минуте первого тайма сократить разницу в счете. Гол на счету Данила Прудника. И пусть под занавес тайма игрок Зари Дмитрий Юрченко восстановил статус-кво. Было понятно, второй тайм будет ярким, непримиримым, запоминающимся, что и случилось. И пусть на 27-й и 29-й минутах Заря снова забила. Это сделали Дмитрий Юрченко и Илья Федоренко сразу. На 30-й минуте дважды мяч побывал в сетке вороз Зари. Галеодоры Павел Котлеров и Андрей Воронков. И если бы после Виктория добилась успеха, то неизвестно, как бы повернулось дело. Но все, по большому счету, закончилось за 3 минуты до конца матча, когда Александр Митлушко сделал счет 6-3 в пользу Зари. И пусть Виктория не сдавалась, сражалась до конца, иногда эмоции били через край. Красную карточку слову получил Александр Котлеров. Матч в итоге завершился в пользу Зари. Хотя, подчеркнем, обе команды стали участницами великолепного спортивного действия. Игра была вообще отличная. Две команды достойные друг другу, достойные финала. Но на этой стадии мы встретились в полуфинале. Вообще было напряженно. Дрители, мне кажется, получили удовольствие. И мы, игроки, и кто был на скамейке, и кто был на площадке, были все настолько в игре, что никто не хотел уступать. И да, может, это на нашей стороне было везение, но это спорт. Везет тому, кто везет. Ну, а так, команде Виктории большое спасибо. Очень молодцы. Ну, игра очень хорошая. Кстати, Заря вполне себе могла и не выйти в полуфинал новогоднего кубка на стадии четвертфинала, отыгравшись в конце поединка с МЧС. И в итоге с минимальным преимуществом, одержав верх в серии пенальти. Был момент, что мы групповой этап прошли все без потерь. И немножко недооценили соперника. Плюс команда МЧС собралась. У них на нас был, как говорят, реально последний бой. И у них настолько им везло. И вратарь очень здорово играл. Но мы за счет своих желаний, хотений, где-то мастерства и везения, большую часть, мы победили. Прошли дальше. И тяжелая игра была. Но мы прошли дальше. И сейчас, после этой игры, мы уже в финале. Отметив вратаря команды МЧС Андрея Климовича, спросим в преддверии второго полуфинала у Ильи, кого бы он хотел видеть соперником по решающим матчам за новогодний кубок 2022. Представители Мозорского нефтепроводящего завода или команду «Пирамида». Если вам скажу так, что встречаются по второму полуфинале две достойные команды. А кто выйдет на площадке, все, они рассудят. Тут без разницы. Финал выходит. И две команды, неважно, слабая, сильная. Две сильные, вышел в финал, значит, и сильные. Нам все равно с кем играть. Следующий матч тоже получился яркой спортивной битвой, в которой, как показалось, больше хотела победить «Пирамида». Вернее, она настроилась получше на матч. А у сборной Мозорского НПЗ сказывалось отсутствие двух ключевых игроков, занемогшего Александра Чайки и Семена Колыбенко, который получил травму в четвертьфинале. И в итоге обладатели новогоднего кубка 2021, уступив со счетом 2-4, сошли с турнирной дистанции новогоднего кубка 2022, который оспорит «Пирамида» и «Заря». Команда Мозорского, нефтепроводящая завода и «Виктория» будут сражаться за третье место. Напомню, что завершающая стадия включает в себя два матча, как за золотые, так и за бронзовые медали. Первый вечер финала в среду, 28 декабря, в 19 и 20 часов. Вторые матчи 30 декабря, в пятницу в 16.30 и 17.30, после чего состоится церемония награждения и закрытия 15-го по счету мини-футбольного турнира новогодний кубок.